МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии Максим Лукьянов, как всегда, в начале выпуска, коротко о главном. Тругайское бокситовое рудоуправление в РКЛОКИ сегодня занимается тем, что пытается найти работу для своих работников, ведь уже через 4 года запасы боксита в регионе будут истощены. Эти наколежные с подробностями. В Кустанайской области наблюдается дефицит вакцин против гриппа. Об этом заявили санитарные врачи. Однако в местном облздраве информацию опровергают. Андрей Деменок расскажет подробнее. Вареничный разгуля, ярмарка рукодельных товаров, задорные песни и пляски. В Кустанай состоялся 22-й областной фестиваль украинской культуры Ярослава Богатырева. Расскажет о нем подробнее. Почти 400 миллионов тыньгея должны вернуть коммунальщики Кустанайской области потребителям. Причиной тому нарушения со стороны предприятий. Для того, чтобы компенсировать убытки граждан, решено ввести компенсирующие тарифы. Нарушителями признаны 39 субъектов естественных монополий. Ярослава Богатырева продолжит тему. Антимонопольная служба Кустанайской области проверила, как работают коммунальщики региона. Выявили множество нарушений. Большая их часть привела к прямым убыткам потребителей. Итог. 42 субъекта естественных монополий должны вернуть жителям региона 388,5 миллионов тыньге. Департамент регулирует деятельность субъектов путем утверждения тарифов и тарифных смет. И когда видим, что субъект не исполняет эти тарифные сметы, то есть у него предусмотрен затрат, грубо говоря, на 100 миллионов тыньге. Но на самом деле при представлении услуг потребителям за год он понес лишь 80 миллионов тыньге, то есть 20 миллионов он обязан вернуть. Тариф действительно должен обеспечивать покрытие расходов. А в данном случае получается обратная ситуация. Тариф как раз-таки все расходы покрывает. Но более того, у них имеются излишки, которые в принципе субъект может направить на перевооружение, на модернизацию основных средств. Но, к сожалению, это не делается вовремя. Возвращать деньги коммунальщики будут перерасчетом. Отдельной графой в списке возврата средств потребителей стал перерасчет за тепло. Его производят ежегодно в преддверии отопительного сезона. Касается это только тех абонентов, которые живут в домах без приборов учета тепла. В данном случае за прошлый отопительный период потребителям было возвращено свыше 21 миллиона тенге. Для сравнения, в 2016 году эта сумма стала 66 миллионов тенге. Но тут необходимо отметить, что сумма возврата уменьшилась в связи с тем, что увеличился процент приборизации. По результатам проведенной работы, отметил Нурланджел Газбаев, с 1 сентября энергетики снизили свой среднеотпускной тариф на 6%. Для потребителей снижение составило 2%. Конечно, субъекты естественных монополий решения департамента могут оспорить. Но сниженный тариф уже введен в действие. Алексей Кудрявцев, Ярослава Богатырева, РТН. С 1 октября Кустанай начнут подключать к отоплению. Первыми в очереди социальные объекты города. Как сообщили в Кустанайской теплоэнергетической компании, сегодня, 28 сентября, вышел приказ о том, что с 1 октября соцобъекты Кустаная будут подключаться к отоплению. Речь идет о школах, детских садах, лечебных заведениях. Но подключать их будут только по заявлению. Что касается жилого сектора, то в КТЭК напомнили, тепло дают по нормативам. После того, как среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет плюс 10 градусов. Тургайское бокситовое управление в Аркалыке продолжает уменьшать добычу руды, которую они намерены прекратить уже к 2022 году. Своим работникам, а это больше 800 человек, представители АО «Алюминий Казахстан» предлагают переобучение, образовательную помощь в открытии бизнеса и переезд для работы на других объектах предприятия. Татьяна Калюжная расскажет подробности. Тургайское бокситовое рудоуправление в Аркалыке добывало до 20% бокситовой руды в СССР. Тогда запасы месторождения оценивались в 60 миллионов тонн руды. Но сейчас они исчерпались. Если в 2013 году здесь добывали 381 тысячу тонн руды, то уже в 2020 году объем снизится до 114 тысяч тонн. Добывать бокситы здесь будут лишь до 2022 года. По ТБРУ в этом году около 300 тысяч, в следующем году 250 тысяч тонн. Потом в 2020 году уже на 114 тысяч тонн уходит. То есть дальше будут бывать. И мы должны, конечно, в первую очередь заместить то, что теряется по объему промышленной продукции. И самое главное, конечно, людей должны обеспечить работой. Для этого нужны нам крупные якорные проекты. Аким Кустанайской области рекомендовал местным чиновникам и представителям АО «Алюминий Казахстан» активно не пользоваться возможностями по обучению и переобучению населения в рамках госпрограмм. На планируемые к открытию предприятия должны находить работников с ТБРУ. Использовать по новому назначению старые площади. Работающих людей, а это больше 800 человек, отмечают представители АО «Алюминий Казахстана», к которому и относятся Тургайское бокситовое управление, не уволят, а постараются научить новым профессиям или предложат работать на других объектах «Алюминий Казахстана». С работниками уже провели специальное анкетирование. Были сформированы индивидуальные планы для каждого опрошенного сотрудника ТБРУ. По фамилии, возрасту, образованию, желанию о переезде из города РКЛК, по причинам переезда, навыкам освобождаемого сотрудника, предпринимательского потенциала, выводы и рекомендации по дальнейшему трудоустройству. Как отметили в управлении предпринимательства, Кустанайской области ТБРУ займется добычей огнеупорных глин. Согласно официальной информации, на территории региона находятся 37 месторождений для производства строительного и огнеупорного кирпича, керамических и керамзитовых изделий, строительного и подделочного камня. Монарбек Касколов и Татьяна Калюжная, РТН. И к другим темам. В Кустанайской области дефицит вакцин против гриппа. Об этом заявил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин. Однако в местном облздраве отмечают, что проблем с вакцинами в регионе нет. А заявление санитарного врача основано лишь на процентном соотношении закупленных доз и общего количества населения региона. Андрей Деменок продолжит тему. По заявлению главного санитарного врача, на сегодня недостаточное количество вакцин и лекарств против гриппа наблюдается не только в Кустанайской области, но и в Астане. Жандарбек Бекшин отмечает, в регионах уже организована закупка дополнительных партий препаратов. Мы со своей стороны своевременно провели конкурс на закупку вакцин, но в Астане и Кустанайской области было недостаточно. Сейчас в Астане уже решили вопрос, дополнительно закупили 50 тысяч доз к тем 30, которые уже имеются. Другим регионам мы тоже рекомендуем дозаказать. В Кустанайской области 57 тысяч доз, но мы просим докупить. В областном управлении здравоохранения информацию о закупке дополнительной партии вакцин подтверждают. Дополнительная партия в 5 тысяч доз позволит достигнуть показатель прошлых лет. А заявление санитарного врача основано лишь на процентном соотношении закупленных доз и общего количества населения региона, отмечают в облздраве. Вакцина была закуплена, российский производитель. То есть это было сформировано на основании заявок, которые нам дают организации медицинские. Если будет необходимость и будет востребованность, то есть она в процессе, когда начнется вакцинация, мы будем видеть, что мы, естественно, подадим еще дополнительную заявку. В то же время в республиканских СМИ появилась информация о проблемах Кустанайской области с противогриппозными препаратами. Однако в облздраве информацию опровергают. Ведомцы отмечают, что на сегодня запас препаратов в медицинских организациях области имеется в достаточном количестве. В список включены противовирусные препараты, средства для дезинфекции, а также маски и термометры. Однако в случае нехватки медикаментов, отмечают в облздраве, в дальнейшем они готовы закупить дополнительные партии. Алексей Кудрявцев, Андрей Еминок, РТН. Кустанайские чиновники сменили офисную одежду на спортивные костюмы. В областном центре стартовал месячник санитарной очистки. Первыми на уборку уже по традиции вышли государственные служащие. Всего же ожидается, что в течение четырех ближайших недель областной центр будут убирать 4000 горожан. Кроме этого, на время субботников власти намерены активизировать работу местной полицейской службы. Подробности в нашем следующем материале. Сегодня чиновники отложили ручки и блокноты и вышли на уборку областного центра. По традиции госслужащие убирают сквер напротив городского Акимата. Место это, конечно, не самое замусоренное, но осеннюю листву чиновникам все-таки убрать придется. Однако, по словам работников Акимата, дело это не только полезное, но и приятное. Очень приятно, когда вокруг все чисто. Мы стараемся. И это еще один повод выйти в буднее рабочее время на улицу, подышать свежим воздухом, пообщаться в неформальной обстановке с коллегами. Поэтому у нас настроения хорошие, поэтому всех тоже призываем выйти и поучаствовать в данном субботнике. Ожидается, что вслед за чиновниками на уборку города выйдут представители обслуживающих организаций, коммунальщики, учащиеся школ, колледжей и вузов. Всего же за этот месяц к уборке областного центра планируется привлечь 4 тысячи человек. Областной центр уже разделили на 20 секторов. Контролировать уборку каждого из которых будут депутаты областного Маслехата, а также руководство городского Акимата. Кроме этого, на время субботников власти намерены активизировать работу местной полицейской службы. Также мы вот на именно период месячника создали группу совместно с местной полицейской службой, которая будет усиленно сейчас устраивать рейды по соблюдению правил благоустройства нашего города. Прилегающую территорию каждого жильца будем смотреть, чтобы... То есть дворы там... Да, каждый жильец должен за свою прилегающую территорию сам отвечать. Если факт нарушения правил благоустройства подтвердится, в первый раз нарушителя предупредят. Если мусор останется и после этого, тогда жильцу грозит солидный денежный штраф. Касается это собственников частных домов, юридических лиц, а также председателей обслуживающих организаций. Диарах Мечи, Наталья Луговская, Андрей Деменок, РТН. О варениках в новом парке и потенциале человеческого развития сразу после небольшой рекламы.